Добрый вечер. Многолетние ощущения кризиса в нашей стране, развала, работать никто не хочет. В принципе, все занялись тем, что пилят бюджет, а созидать-то уже некому. А вот тут мне повезло. Захожу я как-то на выставку в Крокус Экспо. Выставка называлась «Вездеход». Хожу по стендам и вижу вдруг чудо совершенно ни на что не похоже. И понятно, что такого раньше не было. Причем пояснительная табличка на всякий случай вежливо сообщает, что, ребят, это никакая не конверсия. Это гусеничный транспортер-амфимия БТ-3. Ну, третий прототип. И сделал этот человек Константин Вадимович Говоров. Генеральный конструктор, а вообще-то частное лицо, просто инженер. С золотыми руками, с мудрой головой и с тем самым сердцем, которое позволяет деньги расшвыривать не на Куршавель, а на создание вот подобных образцов. Вот мне посчастливилось. Я не только посмотрел на БТ-3, я познакомился с Константином Вадимовичем и позвал его к нам в студию. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот сейчас вы слышите, те, кто смотрят, те видят, как выглядит один из последних рукастых, интеллигентных, мудрых людей нашей страны, способных не только говорить, а еще и делать. А то, что Константин Вадимович сделал, это невероятно интересное изделие, а вообще-то ведь не одно и не единственное, и не первое, и не последнее. Да, не первое действительно, не последнее, надеюсь. Ну, объясните вот этот парадокс. Вы частное лицо, вы генеральный конструктор самого себя. Вы ведь не представитель завода, не представитель фирмы, а вы сделали настоящее серьезное изделие, гусеничное, плавающее, изменяющее дорожный просвет, реальное, ощутимое, не образец, который на бумаге или вылеплен из пластилина, а в натуральную величину. Ну, при этом, что за вами стоит? Кто за вами стоит? Как вы можете взять и вот так вот сделать настоящий гусеничный транспортер-амфибию? Ну, в принципе, как сказать, что-то тянет все время, тянет что-то создавать. Это просто зуд души недовольтворенной? Да, где-то как-то, да. Сколько вам лет? Мне 50 лет. То есть, вот вы, с одной стороны, пожили при Советском Союзе, вы еще застали наш индустриальный порыв, мы были мощной державой, мы даже позволяли себе диктовать кое-что миру, потом все это развалилось, и вот теперь... И потом несколько, там, 10 лет свободного плавания по волнам бизнеса, а потом опять к истокам. Ну, бизнес, я так позволю себе заметить, видимо, успешного. Ну, да, кое-что вот удалось достичь. То есть, достигнув в бизнесе, вы, тем не менее, вернулись обратно к конструированию и созданию натуральных образцов. Ну, в принципе, да. Ну, я так в двух словах скажу, что я физико-технический институт закончил физтех в Долгофе, в Долгофродном. Ну да, тот самый знаменит, не, физтех в Долгофе не надо, так он и есть, да. Ну, и, собственно, застал еще по распределению, поработал в советских ПАИ, что называется. Почтовые ящики, если кто не знает. Это такие закрытые учреждения, где непонятно, кто чего делал, но иногда именными отвертками созидали оборонный щит Родины. Ну, вот таким вот образом. И потом, собственно говоря, с 89-го года уже все это закончилось. Началась свобода, сначала голодная. Сначала такая долгожданная, потом не очень. Вот, но тем не менее. Ну, да, вернемся немножко. Что такое конструкторское бюро Говорова? Ну, в общем-то, конструкторское бюро, это, ну, прежде всего, я думаю, что это реализация каких-то задумок самого, так сказать, главного конструктора, или генерального, как угодно можно называть, раньше закоперщиками называли, основными. Вот самый случай. Да, было такое выражение. Но, ну, какие-то возникают мысли технические, хотелось бы их реализовать. А с чего это они возникают-то? А вот, вы знаете, мне кажется, в основном из бытовых соображений. Вот захотелось переплыть там на другую сторону реки. А танк-то зачем для этого создавать? Купил моторную лодку, деньги от бизнеса остались и переплыл. Ну, да, конечно, с одной стороны, так и происходит. У меня очень много, достаточно много техники различной. Всякой перепробовал. И потом захотелось, что здесь одной функции не хватает, там другой. Захотелось что-то более универсальное. Подумал-подумал, решил, что, наверное, лучше на гусеничном ходу что-нибудь сделать. Вот конкретно касаясь этой тематики. БТ-3. Да. Но вообще-то он еще и грозно очень называется все-таки. Это гусеничный транспортер-амфибия. Это транспортер. Ну, конечно, транспортер. Я вообще задумывал ее как спасательную машину. То есть это ближе к гражданскому использованию, чем к военному. Хотя использовать можно все, что угодно для этих целей. Даже топор. Да, как известно. Когда начинается ситуация чрезвычайная, уже непонятно, где мир, а где война. Ну да, с определенной функцией. Согласен. Так, ну все-таки, вот что такое конструкторское бюро Говорова? Это квартира, где стоит компьютер? Или это завод серп и молот? Нет, ну это на самом деле минимизация абсолютная, минимизация расходов. То есть сначала это был офис небольшой, съемный. Потом я закончил затратную часть в этом направлении. И, так сказать, вот участок в некотором производстве желательно иметь для осуществления таких целей. Рабочего завода какого-то, который хоть как-то, но дышит. То есть вы нашли некий завод? Да, есть в Москве, так сказать, производственная площадка, я там небольшой участок занимаю, вот, где, собственно говоря, и происходит доводка и строительство необходимое. То есть в первую очередь строительство. Вот там, глядя на все на это железо и на пока еще реально существующий завод, рождается мысль переплыть речку. Там вы тихонечко чертите на коленке парочку принципиальных схем, а потом начинаете при помощи автогена созидать? Нет, не совсем так, конечно. Дело в том, что, естественно, я не один, очевидно. Но танки-то строить во дворе, конечно, в одиночку не получится. Естественно, схолачивается группа единомышленников, людей, способных двигаться в одном направлении. Да, и таким образом рождается что-то новое. Примерно как-то так, я думаю. А все-таки за коперщику пришла мысль переплыть на ту сторону, поэтому получился транспортер-амфибия. А все остальные сказали, точно, а нам ведь и самим хотелось, а на шашлыки-то не добраться до того острова. Давай-ка мы, Константин Вадимович, что-нибудь тут сейчас сделаем. Ну да, в общем-то, в принципе, можно и так сформулировать, но все же не совсем. Все же спасательная машина-то, она вот на пустом месте не появляется. Она же спасательная, вы же не на шашлыки собрались на ней. Ну, конечно. Дело в том, что нужна универсальность максимальная, то есть для любых условий. Это волнение сильное, например, или там прокуратство. На воде. Не внутреннее, не душевное. Технические сейчас мы обсуждаем, да, параметры. Значит, что-то такое, чтобы и в пир и в мир, что называется, на любые случаи жизни. В то же время, ну, естественно, использование, максимальное использование российских продуктов, узлов технических. Ну, правильно, это же не Ивека под названием Рысь. Чтобы человек, скажем, застрявший где-нибудь вперед 500, назад 500, как Висотский пел. А ведь застрявший. Да, чтобы он мог хоть на что-то еще надеяться, а не превратиться, собственно говоря, в выкачиневшие. Ну, там, в заложниковые. Да, в заложниковые обстоятельства. Вот. Ну, ремонтопригодность, естественно, за этим следует. Вот. Ну, и плюс ремонт в какой-нибудь там колхозной мастерской, примитивно-сварочном аппаратом. Это прикладные последствия. Вот как вы формулируете сами себе задачу? Ведь, создавая гусеничный транспортер для спасательных целей, вы опыт имели подобных вещей? Вы всю жизнь занимались только спасательной техникой? Нет, нет. Как вы определили, что она должна быть вот столько метров в длину, с изменяемым дорожным просветом, с такой-то шириной гусеницы, на таком-то двигателе и на таком-то движителе? У вас же еще там стоит сзади возможность водомет, на котором вы еще и плывете. Да, стоят два полноразмера. Как рождается образ? Как вы подходите к тому, что техника для спасательных операций должна быть именно такой? И степень ее универсальности определяется возможностью изменять дорожный просвет, на гусеничном ходу входить в воду и выходить из воды, и при этом самостоятельно еще двигаться по воде. А может быть, ей крылья нужны? А может быть, должен быть воздушный шарик? Может быть. Но вы-то, как конструктор, пришли к тому, что оптимальнее будет совершенно другое изделие, и вы же его создали? Ну, знаете, вот все время думаешь-думаешь, ходишь-водишь, ходишь. Мозг так устроен у человека. Опытно високладешь, думаешь. Пишешь, думаешь, ходишь-думаешь. В общем, не нужно никаких особенных усилий, оно само как-то выкристаллизовывается. Процесс остановить не удалось. Процесс не остановишь, да. Почему вы решили, что этот транспортер-амфибия должен быть таким, а не другим? Почему, например, у вас не 20 метров в длину, как синяя птица? Почему он у вас не на колесном ходу? Сейчас объясню. Почему так? Сейчас расскажу. Значит, ну, прежде всего, значит, изначально я хотел вообще, чтобы его можно было таскать на прицепе за тяжелым джипом. Но, увы, к сожалению, вывалился по весу за 3,5 тонны, и вопрос закрылся сам собой. Но осталось все равно транспортное удобство. Все-таки среднетоннажный грузовик, способный, даже бортовой или просто в виде эвакуатора, способный привезти такую технику по дорогам общего пользования быстро достаточно. Быстро разгрузиться, загрузиться. У американцев это называется авиатранспортабельный. Если в самолет влезло, то и уж куда угодно тоже влезет. Ну да, но тем не менее... Для быстрой доставки. Да, тем не менее, все-таки там 11, 12, 15 тонн, при приблизительно таких же размерах и грузоподъемности полезной, да, все-таки это больше, чем... Сколько БТ-3 весит? Он в разных модификациях от 4,5 до 6. Вот тот, который стоял на выставке? Тот, который стоял 4,5. То есть это такая... Это каратыш, да, такой, самый короткий. Ничего себе, каратыш. Сколько он метров в длину? Он 5 метров. Очень скромно. А в высоту он сколько? В высоту, ну, это зависит от... Ну, в нижней точке, если по дорожному рассвету. Ну, метр восемьдесят. Потому что, когда он встает на цыпочке, он куда-то вообще в небеса уходит. Да, уходит далеко, да. Там хорошо, что это был открытый вариант, потому что если была бы еще какая-нибудь палубная надстройка, то он бы просто снес потолок. Мы сейчас перевернемся на новости, а потом подступимся к самому интересному. У меня в гостях Говоров Константин Вадимович, генеральный конструктор гусеничного транспортера амфибии БТ-3, а на самом деле тот самый, один из последних русских мастеров, который может загореться идеей и реализовать ее. Вот эта реализация на очень качественном промышленном уровне в качестве образца БТ-3 была мною замечена, а теперь мы как раз про нее и говорим, про те параметры, которые заложены в БТ-3. Да. Ну, немножко пару слов еще скажу к началу нашего разговора о мотивах. В принципе, затевалось, после анализа, так сказать, ситуации в этом сегменте техническом, я пришел к выводу, что, в принципе, все гусеничные плавающие машины идут от танка к лодке. Конечно. Да, а я пошел другим путем. Я пошел от лодки к танку. То есть это фактически гусеничная лодка. И этим обуславливается, на мой взгляд, достаточно большое количество преимуществ и плюсов. То есть мы не боимся волны, мы не боимся тяжелых ливней, мы не боимся утонуть, условно говоря. То есть обеспечивая хорошую плавучесть и остойчивость на воде, мы имеем возможность еще и прекрасно передвигаться по бездорожью. Что с лодками крайне редко случается. Да, очень редко, да. Ну, так вот, в общем-то, ну, отсюда, собственно говоря, и по мере наработок и продвижения вперед, мы потихонечку, потихонечку и вот дошли до третьего прототипа, который уже изменяет, ну, это впоследствии, впоследствии являются испытания уже натурных на местности. Мы пришли к изменяемому клиренсу, но это не новость, это никакое не изобретение новое, это применялось и в боевых машинах десанта, но у меня значительно дешевле все это вышло. И немножко технологичнее, мне кажется. То есть попроще получилось. Значительно, значительно. Я бы даже сказал так, с инженерным изяществом. Но ведь при всем при том, заказа на эту технику не было, вы ее делали для себя. Для себя, да. Я исходил из того, что если есть один такой, как я, собственно, я сдвинутый на эту тему, ну, найдется среди 140 миллионов человек 10-100 тысяч, наверное, да, которые вдруг захотят то же самое таким же обладать. И сколько набралось в итоге таких же? Пока не набралось, я еще пока не проводил никакого маркетинга, потому что это все-таки еще прототип. Но вы имеете в виду, в качестве потребителей наберется, или с подвижников, которые придут и скажут... Нет, 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 в качестве потребителей, я думаю. Если кому-то это интересно, я думаю, что такой подход оправдан. То есть вы сделали лодку на гусеницах, которая отлично плавает и очень неплохо ездит. При всем при том, что даже не подразумевали потенциально какого-то сбыта этого изделия. Нет, подразумевал, конечно, естественно, подразумевал. Но это достаточно, чрезвычайно сложно в сегодняшнем нашем состоянии, потому что так мы немножко... Такое впечатление, наверное, создается, что мы в щедринских таких декорациях живем. Это точно. Последние лет 200 такое впечатление. Ну нет, даже не 200. Нет, меньше значительно. Вот 150. То есть у кого-то пищик в голове сейчас, мне так кажется, да, разорю там, помните, да? А у других... Такая была в советское время рифмометр «Феликс» назывался. Была такая штука. Ручку крутишь, там циферки воскакивают. Да-да-да, на «Феликсах» многие. Да, вот и в других «Феликсах». Ручку крутнул, жена на бенке едет. Это если им очень сильно повезло в ту сторону ручку крутнуть. Итак, есть частное предприятие, состоящее, по большому счету, из одного закоперщика, которому пришла мысль в голову взять и поупражняться в инженерном мастерстве и, арендовав кусочек реально действующего завода, начать строить натурные образцы. Третий по счету, который называется «БТ-3», гусеничный транспортер «Амфибия», поехал, доехал до выставки и, не имея серьезного рынка сбыта, тем не менее, вот стал явью. Сделан на серьезном промышленном уровне. Заказа на него нет. Есть иллюзия или надежда, что кто-нибудь может быть на него обратить внимание и со временем воспользуется готовым изделием. При том, что двигатель у него стоит от КамАЗа. Вообще-то элементная база в основном наша. В основном, целиком наша. Все произведено в России. И ремонтопригодность, поэтому, по большому счету, та самая, которая нужна, чтобы по всей стране на этом ездить и не быть привязанным к какой-то серьезной технической базе. Ну, в общем, да. А гусеницы откуда вы взяли такие шикарные? Гусеницы тоже наши. Гусеницы и катки — это серийные, мелкосерийные производства. Это Нижегородское специальное конструкторское бюро, по-моему, называется так, производят на базе, ну, то есть по мотивам газика, УАЗика и вот этой вот буханочки. Они делают гусеничный привод на этих машинах. Вот их собственная гусеница. Потому что у вас они очень изящные, такие, астальтосберегающие. Да, это гусеницы серийные. Да, но вы нашли очень хорошую серийную гусеницу и очень правильное решение. Ну, у нас с этим делом хорошо вообще в стране, традиционно. Гусеничный привод у нас продвинутый. А вы свой вездеход как-то так вот серьезно окунали в неприятности? Пока еще нет, но мы поездили, поплавали. Ну, такое вот настоящее трофе, пока еще мы не готовы. А то ненастоящее, которое было, оно какое было? Ну, так, по сельским, не по сельским, по лесным дорогам покатались, по грязи полазили. А какой запас хода у него на суше? Ну, знаешь, там сейчас стоит два бака по 180, ну, две бочки фактически. Значит, и, ну, это зависит от двигателя, если использовать вот в данном варианте, ну, литров 40 в час. Ну, соответственно, 10 часов работы по бездорожью. А запас хода в этих машинах по-другому. Ну, да, так, собственно, как... В зависимости от того, где вы едете. Если вы едете по дороге какой-то, хоть какой-нибудь, то подальше. Если по грязи, то, соответственно, на часы идет. На один хороший рабочий день должно хватить. Да, туда-обратно. С какими трудностями вы столкнулись, вот, например, по персоналу? Ведь придумать-то можно. А руки-то где? Ведь не все же только своими руками делать. Да, это очень сложный вопрос. Сейчас с этим очень большая проблема. Такое, к сожалению, ощущение, что, видимо, в стране. Заводов все меньше. Народ просто вымирает. Квалифицированный. Притока кадров свежих нет. Нужно срочно, конечно, профессиональные какие-то училища восстанавливать. А спрос на них есть, кроме какого Говорова? Есть спрос, есть. Вот вы в данном случае работодатель и заказчик. Но сколько у вас может быть таких рук? А стране-то? Вы знаете, дело в том, что сейчас, вот, в последние годы, ну, периодически то всплеск идет в производство, то опять спад. Это такой нормальный процесс, на мой взгляд. Но вплоть доходило, вплоть до того, что переманивают высококвалифицированные кадры работодатели друг у друга, занимающиеся именно производством. А вы как выкрутились? Вы к себе переборили? А я размещал заказы. Важно знать, где живое производство. Это, кстати, через выставочный комплекс это все можно выяснить. То есть смотаешься по выставкам. Парадоксально, вот вы, наверное, не знаете, что самое высокотехнологичное производство сегодня, это не космос, это не авиация. Это производство одноразовой посуды, бутылок для газировок, то есть обслуживание, техническое обслуживание вот этого пластмассового производства, которое в нашем мире сегодняшнем вездесущее. Да, на каждом шагу. Да, там супертехнологии. Вот именно там они живут. Для производства пресс-форм, для термопластов автоматов. Был, что называется, социальный заказ, и инженерные таланты ринулись его реализовывать в блеске изящества. А с космосом там и так все понятно, уже который год туда летаем, ничего интересного нового не происходит. А тут вот бац, новую тарелку сделали одноразовую. Да, то есть технология сверхмассового производства, когда она нужна, она требует колоссальных вложений интеллектуальных и финансовых тонн, таким образом. И подготовки технологической базы и оснастки чрезвычайно сложной. Ну, а в КБ Говорова сколько народу всего трудится? Ну, вот сейчас два человека. Я и мой главный механик. Главный механик по совместительству родственник? Нет. То есть это такой же одержимый человек? Ну, да. Сергей Ильич очень драмотный специалист. Это руки. И сильно подозреваю, что ему лет тоже немало. Нет, 30 лет. То есть это получается в таком случае современное поколение? То есть это смена? Да, именно. А кто растил? Ну, как, папу с мамой растили, кто же еще? Руки-то. Или вы дышлифовывали? Нет, нет, нет. Я думаю, что, ну, вот, кстати... Откуда берется в 30 лет человек с такими руками, когда можно в КБ Говорова взять и сделать БТ-3? Это откуда такое берется-то? Ну, вот неосхудела земля русская, знаете ли. Но вы же не вдвоем сделали? Нет, конечно. Да нет, конечно. Методика, я же, то есть я еще раз повторюсь, методика размещения заказов. То есть я каркас разместил на одном производстве, потом обшивку делали на другом производстве, тоже с привлечением уже, так сказать, кадров, естественно. Но доводку, доводку, процесс работы над непосредственно машиной мы осуществляем, так сказать, теми силами, которые необходимы на сегодняшний момент. Это которые такие силы? Это сколько человек? Ну, то есть нужно будет два человека, значит, будет два. А если десять? А если десять, ну... Ну, то где же их взять-то? Ну, собрать, собрать заказы воедино, чтобы они потом поехали и поплыли, это работа для двоих? Это сколько же лет поопираться надо? Ну, конструкторское бюро было в виде конструкторского бюро, именно. Там профессиональные конструкторы у меня были преклонного возраста. Не все дожили, к сожалению, до сегодняшнего дня. Вот. А вообще, начало, так сказать, деятельности, оно было достаточно давно началось, да. А с чего началось-то? Как давно и с чего? Началось еще на пятом курсе института. Я решил купить машину себе, поскольку подрабатывал по ночам. Купил себе «Москвич» 401-й, 48-го года выпуска. Ой, какая машина. Да, шикарный «Опель-кадет». «Опель-кадет». Ай, какой, без багажника, чтобы туда гаечный ключ положить или достать его. Да, сиденье. Ой, надо же уметь, без печки. Да, и сразу же туда вживил мотор от 412-го «Москвича». Так. Вот, и началась вот веселая жизнь, как мы как раз и мы, веселые, молодые, поехали на рыбалку. Ну, это хорошо, это вы построили машину. Прототип, он же «Хот-род» по-современному. Потому что, когда в такую шкуру вставляют пламенный мотор, получается «Хот-род». Ну, это был пятый курс. Ну, что сделать? Вот, как бы, вот первый заход инженерный такой был. Да, но до КБ Говорова оставалось еще долгих, несколько десятков лет. Да, 20 почти. И КБ Говорова с чего вдруг сформировалось? На каких задачах? Просто на рукастости? Так не бывает? Нет, ну так не бывает. Все идет, конечно, постепенно. Постепенно идет, потом... Это первое КБ или до него были какие-то заходы? Нет, были еще проекты у меня. Вернемся к этому курсу новостей. Константин Вадимович Говоров. Конструктор, даже как это ни странно, предприниматель. Человек успешный. Он своими руками создает технику. В частности, гусеничный транспортер «Амфибия БТ-3». Кстати, телефон студии 65 10 9 9 6. Если кому-то наш разговор покажется интересным, и вы хотите что-то предложить, поучаствовать, да, пожалуйста, 65 10 9 9 6, мы с удовольствием включим вас в канву нашего разговора. Мы как раз в предыдущей получасовке закончили на том, что был 401-й москвич, но только через 20 лет КБ Говорова. Как? Ведь трудности у всех. Москвичи так или иначе переделывают многие. Я, например, 965-й Запорожец на даче напильником собирал. Да, замечательно. Собрал. Причем у меня был двигатель 27, я из него 30-ку сделал. Я ему молибденовые вкладыши на НПО «Энергия» через забор добыл. Причем молибден мне потом и боком-то встал, потому что, как выяснилось, сорта молибдена разные, а кто же знал об этом? Я все-таки все с тех-то не заканчивал, поэтому мои на двух основных коренных, они взяли, и я выяснил, что у них эффект памяти. Поэтому движок заклинил где-то, наверное, через 100 километров пробега. Вот это было удивительно. Ну, все равно, это приятно, наверное, было, да? Ну, это было интересно, но из меня же не получился конструктор Говоров. Из меня получился человек, который поупражнялся, через какое-то время перешел уже на другую стезю. Я не стал конструктором, я не стал инженером, а вы стали. Ну да, что сделаешь? Такая судьба, значит. Ну как? Ну вот, вы знаете, все равно, вот как-то бытовые мотивы, они все-таки... Стиральная машина сломалась сильнее. И вот молодых ребят я тоже встречаю сейчас, они точно так же сидят, хотят сделать. Ну, казалось бы, пойди купи. А где вы их встречаете? Тут даже на заводе. Люди ваяют, делают себе какие-то вездеходы для своих. Завод в Москве? В Москве, да. И в Москве есть завод, на котором... Невоенный завод, совершенно гражданство. На котором молодые люди, такие же неуспокоенные... Неуспокоенные, с таким же интересом и желанием что-то делать? Да, делают. То есть не пойти украсть и не сесть в офис? Нет, да. И, ну, говоря о мотивах, именно на каком-то своем приусадебном участке, где-то чего-то вспахать, что-то притащить, отвезти, завести, там, дрова напилить, условно говоря. И пытаются что-то сделать для себя. Для вспомогательной машины, так сказать. Потом оказываются на заводе, а потом мимо проходит частный конструктор Говоров, который говорит, слушайте, ребят, да это что такое? Давайте сделаем нормальную лодку, которая на гусеничном ходу еще и на берег выберется. Ну, может быть и так, да, действительно. Вот. Ну, что сказать, в принципе, моторами мы занимались. Занимались... Что значит моторами? Вы их делали или ремонтировали? Нет, я моторы... Вы их конструировали? Да, да. Мы построили. Вы конструировали двигатель внутреннего сгорания? Да, новый. Бензиновый, дизельный? Не в этом дело. Дело... Аксиальный? Аксиальный. То есть вы работали над аксиальным мотором? Да. И потом понадобился носитель, условно говоря. Вот я сделал носитель. Ваш аксиальный ожил? Заработал? Затарахтел? Мы его прокрутили на холодной прокрутке, построили, прокрутили в районе около трех часов на стенде в Нами. То есть Намишники ведь тоже работали над аксиальным мотором? Ну, я через Нами и вышел на него, на эту тему. То есть они делали свой, вы делали свой? Я как-то увидел в репортаже про Нами по телевидению был, там показывали этот двигатель, и я поехал в Нами и познакомился с там... С этими психами? С конструкторами, да. А рядом ходил Геско Де Кальве, знаменитый, который пытался этот аксиальный мотор приспособить на своего экстремиста. Была такая машина в самом начале 90-х годов, НПО Март, и они делали машину, в том числе с использованием вертолетных технологий самоуправления, и они как раз планировали туда аксиальный мотор. Ну, не знаю, вот единственный образец жизнеспособный был в Нами, в 85-м году был сделан. Как раз генеральным главным конструктором был Романчев Юрий Александрович, и вот, собственно, я с ним и познакомился. Это и был мой, так, в этом направлении учитель, как бы, я могу сейчас так сказать. Вот он, к сожалению, умер в 2008-м году, но я думаю, что я все-таки еще когда-нибудь вернусь теперь к этой теме. Аксиальным мотором поупражнялись, но до КБ Говорова оставалось еще 15 лет. Нет-нет-нет, это было уже недавно, это было в 2000-х годах. То есть вы к аксиальному мотору пришли вот сейчас? То есть вы подхватили эту тему? С 99-го года, да, по 2004-й мы занимались этим вопросом очень серьезно. Это была настоящая конструкция бюро с привлечением конструкторов. Ну, кое-что. Но все равно основные идеи все-таки, так могу сказать, что без ложных конструкций мои были, да, то есть в этом смысле. То есть мы сильно продвинулись вперед в сравнении с наработкой 1985-го года. А результат? Результат, ну, холодная прокрутка, это уже очень большой результат на самом деле. Потому что если машина проработала хотя бы три часа, значит, она живая, она может будет жить. Так вот, на всякий случай, я вам скажу, так сказать, что, например, автомобильный мотор крутит, если он 300 часов на стенде выживает, на внешние характеристики, на максимальной мощности в разных режимах, то его можно отправлять в серию. То есть это растягивается потом его жизнь на десятилетия. Да, как формульные двигатели, которые живут, по большому счету, одну гонку, а потом все, хотя им этого достаточно. Значит, у нас, кстати, Виктор у нас на линии. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Сибалович. Приветствую вашего гостя. Константин Вадимович Говоров. Да, очень приятно, что люди еще есть в России и занимаются таким делом. А вы удивились, Виктор, вы удивились, когда услышали, что есть эти люди? Вы знаете, я прослезился, потому что я был уверен, что этих людей нет. Я бы вам, честно говоря, если бы я не следил за вашей деятельностью, я бы вам не поверил просто. Вы подумали, что это пацанная устрасть, что нет такого Говорова на свете? Нет, ну как бы это там обычный пиар, что-то такое около виртуальное. Поэтому, когда я видел ваши фотографии, вот сейчас, когда вы разговариваете с этим человеком, я, ну, как-то вынужден вам все-таки верить. Хотя, конечно, пощупать руками, я бы тогда, может быть, притянули, я бы рассказал, что действительно такие люди есть. Это очень дорогого стоит в нынешней ситуации заниматься тем, чем занимается ваш гость. Причем, Виктор, я же видел его изделие БТ-3, и это тоже реальное и вещественное подтверждение того, что деятельность Константин Вадимовича, она абсолютно осязаема. Ну, вот это вот очень-очень сильный грейд душ. У меня, если позволите вопрос, Владимир Владимирович, я как человек, который тоже, в общем-то, сталкивался с подобными вещами, я знаю, что чем качественнее ты пытаешься сделать что-либо, тем дороже тебе это выходит. Потому что, как бы, каждая итерация, как бы, по качеству, она требует нового специалиста. И даже если эти люди, как бы, соглашаются работать за энтузиазм, за интерес, все равно, как бы, количество денег, количество средств, которые вкладываются в все это начинание, оно, как бы, по экспоненте растет. Да, совершенно верно. Вот, хотел спросить, как вы изыскиваете средства? У вас есть какой-то там бизнес-ангел или кто-то вам помогает? Я вам сейчас расскажу, да, пожалуйста. Дело в том, что, ну, во-первых, вот небольшой совет из собственного личного опыта. Мне кажется, не нужно никогда, если вы чем-то новым занимаетесь техническим, не надо сразу все это пытаться довести до совершенства, потому что это невозможно просто. Все равно в результате из каких-то прокруток, испытаний, что-то отвалится, что-то сломается, что-то, может быть, что-то придется вообще заново переделывать на все 100%. Поэтому вот эта вот ошибка, я через нее тоже прошел в свое время, когда хочется сразу сделать конфетку. Не нужно, нужно упростить задачу и делать, пусть она будет неказистая, не очень красивая, это изделие или машины, что вы делаете, но зато вы сможете понять, и на этом вы сэкономите кучу денег, если вы сможете отказаться от гигантских планов сразу же. С места в карьер здесь нежелательно. Ангела никакого у меня бизнеса нету, я использую свои собственные средства. То есть вот эта вот машина построена полностью только за счет одного человека? Да. Ой, у нас Андрей на линии. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Константин Вадимович. Здравствуйте. Большим интересно слушать, Сергей, ваши передачи. Всегда, потому что по московскому такому режиму, всегда за рулем, от корки до корки. Очень интересная передача, очень интересный человек. Снимай шляпу, если была бы, да. Спасибо вам творческого долголетия. Спасибо. Скажите, пожалуйста, где можно воочию увидеть? Потому что мне это близко, я заканчивал технический вуз по подобному чему-то, но это было далеко, и, к сожалению, жизнь развела меня от моей специальности. Но все это интересно. Где можно это увидеть, пощупать, посмотреть, и, в конце концов, не знаю, возможно ли какую-то примерную рамку цены, вот как-то вот, потому что... Ну, увидеть, да, я понял ваш вопрос. Это не просто хобби, да, вы же как бы и бизнес-проект тоже, ну, с точки зрения, вы говорили, вы делаете наработки какие-то в том числе и по изучению спроса, мониторите там что-то, да. Есть ли что-то подобное, вот порядок, сколько подобная единица может в такой эквиваленте в итоге быть сырая, не сырая, другой вопрос. Ну, конечно, есть. Естественно, есть одноклассники так называемые. Есть серийные машины, завод гусеничных тягачей выпускает, бобр называется. Есть, опять же, вот ух ты, шузолы, это Сергей у меня спрашивал, откуда гусеницы. Тоже малосерийное производство, тоже они выпускают их. Они стоят по-разному, но в среднем от трех до... Ну, БМД, например, в гражданском варианте, по-моему, 21 миллион стоит. БМД-шка вообще штука суровая. Да, суровая, да, суровая. И она по всем своим ТТХ, конечно, кардинально другая. То, что вы абсолютно правильно сказали, что у вас подход был от обратного, не от брони к лодке, а от лодки. Совершенно верно, да. Именно к лодке. Ну, а что касается посмотреть, ну, надеюсь, что на следующей выставке вы нас увидите, может быть, уже в каком-то полусерийном варианте. А по поводу перспектив, естественно, мой основной расчет, как делового человека, да, поскольку я индивидуальный предприниматель, на том, что кого-то заинтересует экономия средств и времени, для того, чтобы все равно природу не обманешь, как говорится, и для того, чтобы создать что-то новое, это 4, 5, 7 лет жизни придется отдать. Или просто времени, не в этом дело. Вот, и если кто-то заинтересуется экономией, то вот, пожалуйста, собственно, в основном, мне кажется, конструкторские бюро так, а именно, и работают. То есть, экономить время потенциального заказчика? Да, именно так. Ну, да, главное, чтобы потенциальный заказчик, так сказать, понял, что то, о чем он даже еще всерьез и не подумал, оно уже реально существует. Вот то, что этот прототип номер 3, это говорит о том, что их было всего 3 БТшки, или до этого были другие конструкторские работы? Нет, это именно прототип именно этой машины. А до нее что? Ну, до нее еще мы делали в свое время, так сказать, ну, это уже был такой водный карт, условно говоря. Это штука, которая очень-очень быстро должна бежать по воде. Да, но с посадкой, с автомобильной, и ближе даже к авиационной. То есть, для того, чтобы немножко такого драйва получить. А на физтехе еще и аэродинамики учат? Ну, меня не учили, я другой специальности. А вообще учат. Физтех такая, серьезная контора. Ну, да, там еще что-то. Вся советская промышленность была охвачена. Тем более, что с третьего курса нас отправляли уже непосредственно на работу. На базу, так называемая. Чем мы отличаемся, отличаемся, мы не знаем, наверное, сейчас то же самое осталось, не знаю. Не буду никого вводить в блуждение. Но тогда раньше было так, что после третьего курса мы отправлялись работать в реальное производство. Сначала один день в неделю, потом больше, больше. На оборонку. Ну, в основном, ну, нет, почему? Институт космических исследований. Нет, нет, там вся палитра. Вся палитра была абсолютно. То есть и тихий, абсолютно мирный космос, который никогда у нас не был милитаризован. И вот игрался абсолютно гражданскими людьми. Да, и вот ощущение было такое вот у меня лично, что... Тогда мы, правда, этого не знали, что, знаете, как Джеймс Бонд позаходит в лабораторию, к технарю, там... И вот примерно такое же было ощущение. Да, то есть фантастика в железе. Привёмся на новости. Кроме Сергея Асланяна, Говоров Константин Вадимович, генеральный конструктор, создавший, построивший, придумавший и в металле воплотивший гусеничный транспортер-амфибий БТ-3. До него, до БТ-3, был вот этот самый бегущий по волнам. Да-да. Стрелительный бегущий. Да-да-да. Бегущий по волнам, моторы. Аксиальный двигатель. Да, аксиальный двигатель, вот, тоже воплощённый в железо, испытанный предварительно. Вот, но вообще, знаете, а вот я бы хотел такой аспект затронуть. Да, запросто. Буду немножко вам оппонировать по поводу советской или российской, российского автопрома. Да. Вы знаете, вот хочу вам такую вещь сказать, что ведь именно наш российский и советский автопром позволяет, вот, в основном, вытворять вот такие штуки. Благодаря тому, что инженеры есть? Или благодаря тому, что из-за нашего гибельного автопрома на другой берег не на чем перебраться? Нет, нет, нет. Именно из-за того, что в советское время унификация, повсеместная унификация, она позволяет различные узлы и агрегаты, у нас производимые, достаточно вольно и спокойно, без особых затрат, компоновать в нечто новое, в новую машину какую-то, какую бы то ни было. Ну, у нас Красная Армия Аэросани из Победы делала, так почему бы нам на жилевском моторе не покрутить пропеллер? Так это ж у нас запросто. Ну, не совсем так. Вот, например, вы же можете переставить колесо от Нивы на Волгу и наоборот. То есть посадочные места были вот именно унифицированы. И это развязывало руки для самоделкиных. — У нас даже был специальный клуб, и была телевизионная программа «Это вы можете», где люди, в том числе, например, по поводу вариаторов спорили, и один другому объяснял, что не просчитав математическую модель, нельзя сделать вариатор, а другой говорил, что «Да почему же? Растянул шкивы, получил заклинивание, а тут проскальзывание. Золотая середина между ними, эмпирически выбрана, пожалуйста, закрепил контрагайкой и поехал». — Да, да, и оба правы. — В общем, оба правы. Но ваш, я так понимаю, подход как раз совмещает оба варианта. Потому что у вас впереди идет теоретическая проработка проекта. — Нет, не так. Вы тут ошибаетесь. — А как-то так, оно возникает, как-то я вижу сразу все это. — То есть вы знаете, как будет выглядеть готовый результат? — Да, у меня возникает мысль, и она у меня воплощается в голове, уже в мозгу, в готовое изделие. Пусть с небольшими какими-то отклонениями, но тем не менее, это, наверное, такая работа генерального конструктора. Вот именно поэтому. И тогда легче выдергивать из разных областей, потому что ты видишь в целом и знаешь, что тебе нужно. — Как хорошо, когда генеральный конструктор провидится. — Нет, это не так, это неправильно, не совсем так, это не провидение. Это просто, ну, не знаю, как это назвать, возникает техническая такая вот штука, и сразу становится ясно, куда двигаться дальше. — То есть вы, как Менделеев, таблицу ночью увидели, а утром зарисовали? — Нет, я бы не стал такие параллели проводить. Но для того, чтобы увидеть готовое изделие и понять, как оно будет выглядеть, что потребуется от смежников, какие нужно будет разместить заказы, при этом отрицая какую-то серьезную математическую проработку проекта, получается, что здесь нужно быть очень погруженным в тему. — Конечно, не отрицаю проработку, но проработка, серьезная проработка, это, например, там, работа института по расчету напряжения в металле, да, у нас есть такие мощности, да, вот, но это действительно серьезная проработка. У меня на такие проработки нету просто возможностей финансовых. — Но, по большому счету, целое свое, собственно, НИИ заводить тоже неправильно, поэтому хорошо, если они готовы поделиться результатами. — Поэтому при этом еще остается вероятностная, то есть вероятность того, что это будет действительно так, как посчитали, она не стопроцентная, далеко. И, естественно, то есть, ну, все-таки как-то на уровне искусства ближе все же. — Похоже на то, что показалось. — Да, да, то есть держишь железяки, ты их трогаешь, ты их на них смотришь, и как-то вот на ощущениях, это нормальный подход, я считаю, так можно работать. — Вот сколько таких железяк вы сделали? Вот был аксиальный двигатель, вот БТ-3, бегущая по волнам, а еще? — Ну, пока еще остальные не сделал, но уже, вот, например, из-за прототипа нашего, да, который мы выставляли, уже возникла фактически платформа легкового автомобиля с изменяемым клиренсом. Ну, это не новость тоже, но опять свой подход, да. Потом общественный транспорт прекрасно вписывается. То есть, как бы идет выплеск такой, шаг вперед, а потом можно его налево-направо расширять немножко, так сказать. То есть, если мы немножко поднялись на следующую ступеньку, то мы можем наработки использовать в других направлениях. — А в чем, например, будет коренное отличие автомобиля с изменяемым клиренсом в вашем исполнении от уже существующих образцов, ну, условно говоря, от Туарега, у которого, или там, от любого Мерседеса, у которого дорожный просвет в весьма широком диапазоне? — Или хотя бы просто Ситроэн С5? — Ну да, но это либо пневматическая, либо гидропневматическая подвеска. Это достаточно сложно, дорого и очень ненадежно. — И особенно, когда она совмещает в себе все это. А у вас какой был бы подход? — Ну, у меня другой несколько подход. Я бы не хотел в технические подробности задаваться в трос, потому что он пока еще не защищен. Вот там достаточно все проще. Но это даже не в этом дело. Тут же не только подвеска имеется в виду, а здесь еще есть, например, у нас мы отработали тандемную силовую установку. А, например, в советское время проводились экологические ралли. — Да, эко-рали были. — Эко-рали, да. И вот вы знаете, команда НАМИ как раз выиграла. Вот представьте себе, на ГАЗ-24 они гонялись на определенной стойке. И стояло там спаренных два ванкеля советского же производства. И вот на этих вот ванкелях, которые по определению двухтактные моторы, он с ужасающей... — Экологией. — Не только экологией, а экологией как следствие, а именно как истребитель керосина фактически. А вот они смогли выиграть эту экологическую ралли. То есть израсходовали меньше всего топлива при этом. При этом, что машина... То есть ГАЗ-24 — это, в общем-то, специфический автомобиль. — Ванкеля сейчас остались только под капотами Мазды. И Мазда сейчас делает очередной заход. Вот они пытаются создать RX 9-го. — Да-да-да. — Потому что у них все предыдущие, конечно, но, мягко говоря, не самый широкий спектр действия. По крайней мере, они хоть за тем вот зацепились, остались с ней. — Ну, остались, да. Но там, я еще помню, Мазду Саванну. У них первая была, по-моему, модель. Тоже спортивного типа. Машинка красивая такая была. Но у них у всех торцевые уплотнения проблемы. — Да, по жизни. — Да, по жизни. — Ну, это хорошо, если они выхаживали 100 тысяч, потому что они, собственно, ведь уперлись еще из-за того, что у них и торцевые уплотнители, раз, и чудовищный расход масла, и, соответственно, выброс его, они не то, что там СО, САЖ, и экологические нормы, когда переходили с евро 2 на евро 3, они чуть не погубили, в принципе, эту идею. — Ну, что сделаешь? Таков... Ничего с этим не сделаешь, таков мотор. — Таков мотор по кастру. — Такая идеология, да. — Но вот, возвращаясь к подвеске, вы обладаете неким автономным взглядом и собираетесь создать автомобиль, я так понимаю, что через какое-то время он будет уже в металле... — Может быть, да. — ...с изменяемым дорожным просветом, где будет найдено какое-то гениальное и простое решение. — Нет, не гениальное. — Ну, простое. — Ну, новое, скажем так. — То есть... — Новое упрощающее, да. — Более технологичное. — И я представляю, как элегантно вы утрете нос тем, кто давно в этой теме, но пока еще идет по пути сложных-сложных конструкций. Хотя, возможно, у них что-нибудь простенькое есть, да просто это невыгодно. — Да, там сейчас очень все сложно стало. Вот, к сожалению, научно-техническая революция закончилась и началось накопление. Большие концерны скупают разработки, кладут их в долгий ящик. А их очень много. И они почти все у нас. — К вам подходили? — Нет, пока еще. — Но вы ведь из достоверных источников знаете о том, что часть разработок наших русских талантов куплена и лежит под сукном у иностранцев с тем, чтобы не быть реализованными. — Нет, быть, наверное, но когда они сочтут это нужным. То есть происходит дозирование, медленный впрыск нового в жизни, в реальной. — Ну, если посмотреть по двигателям, то концерт Volkswagen, например, использует до сих пор мотор от первого Golf'а. И он уже в 21 веке, имея 40-летний бэкграунд, нормально применяется. — Да. — На Skoda Octavia 1.6 он, собственно, и есть. Надежный, проверенный. И спрашивается, от добра добра искать зачем? — Ну, как говорится, лучший враг хорошего, да. — Как вряд ли. — А у пижошников был эпизод, когда они сделали очень неплохой дизельный мотор и положили его под сукном на 20 лет. Сами, для себя. Просто потому, что они посчитали, ну, он сучащий. — Рано еще. — Он хороший, да. — Это очень плохо. — Он отличный. Пусть лежит. — Это очень плохо. Это вот именно, видимо, глобализм так проявляется в мировой экономике. Таким образом. — А вот, например, Saab сделал свой вариант двигателя с изменяемым объемом. С плавно изменяемым объемом. Не очень красивый, на мой взгляд. Наш мне больше понравился. В смысле, российский. Вот такой существует, да. Причем существует очень давно. Разработка Nami оригинальная, сделан, испытан, заказан и выполнен уже. — Видимо, уже сдали. — И лежит. — И лежит, да. — Ну, у Saab у него еще более трагичное. Нет больше такой фирмы. — Ну, это да. — К сожалению. — Ну, это не важно. На самом деле, производство же фирма остается. — Пока нет. В Трохеттане там сейчас только ходят тихие шведские рабочие с толстым пособием премьер-министра. И удивляются, как здорово они тут жили, когда ходили на работу. — Ну, как здорово, что теперь можно не ходить, получать те же самые деньги. — Может быть. — Ну, вообще, вот, в принципе, так, если даже представить себе, например, двигатель с изменяемым объемом, то есть вы в пробке стоите, у вас 1,6, а 3,5, когда вам нужно повеселиться. — Ну, отключаемые цилиндры на американцах. — Нет, 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 это плавное регулирование. — Заход же на эту тему был, когда у тебя 8 цилиндров, из них 4 работают, а 4 нет. — Был, но двигатель превращается в компрессор. И мы все равно отказались же от этого. — Да, но молотит, конечно. — Да. А здесь нет, здесь все это управляется и работает. — Ну, Константин Владимирович Говоров, генеральный конструктор, который к нам придет еще не раз.